Все, что будет происходить, снимай на камеру. Я тебе сейчас челюсть сломаю, понял? Каково оно было? Каково съемки, а? Да, бэкэн майка ее до сих пор, это правда. Я ни одного ролика с собой не присмотрел, потому что я просто не могу на себя смотреть. Анатолий, Анатолий. А я на него все время смотрю, что за дурачок. Я отказываюсь отвечать на этот вопрос. Я себя сама на самом деле сейчас чувствую, как будто я у тебя беру интервью. Мне это не нравится. Мне было неприятно, понял? Я думаю, ну все, капец, короче, попали. Помощи просить неоткуда. Слушай, Тасана, я на мой взгляд такая тема, короче, ну это звук я буду включить. Слушай, а шоурума-то вот не знаете, ездит поблизости, нет? Я работаю, он свистит, я работаю, он свистит. Всем привет, я Олеся Грузинская и это канал о новостройках. А у меня для вас сюрприз, вы очень давно кое-кого не видели. О, привет, это же я, Стас Круглицкий. Да, и он все еще на канале о новостройках, по крайней мере сегодня, в нашем традиционном новогоднем ролике. Я так их уважаю. Потому что мы, как правило, выпиваем как минимум две бутылки шампанского. Да, и разговариваем. Мы сегодня решили поговорить на всякие разные темы, на грустные, на веселые, вспомнить, в общем, истории, которые сопровождали нас все четыре года. Они будут абсолютно разные, мы поплачем, посмеемся. В общем, много чего вспомним, да? Да. Поехали. Каково оно было? Каково. Каково съемки, а? Мы не будем проходить на территорию, потому что это запрещено, нам запретили. А если нам запретили, мы так делать не будем. Поэтому мы послали туда нашего оператора. Я буду вести репортаж отсюда, а оператор будет стоять вот там вот. Слушай, ну, было немножко волнительно, и на самом деле у меня были какие-то такие очень приятные чувства и эмоции, потому что в тот момент, это был 2016 год, это был август. Я очень хотел переехать из Питера в Москву по, там, по разным личным соображениям. Была офигенная погода, Москва меня встретила очень классно, я отснялся, ну, не знаю, мы снимали, наверное, часов в шесть, ну, потому что мы же еще были совсем неопытные, я там что-то ходил, Мэкл, Бекл. Ты первые три года, по-моему, с четырех часов в шесть снимал, и Бекл, Мэкл, ничего не изменилось у кого. Да, Бекл и Мэкл ее до сих пор, это правда. Ну, как-то все было классно, мы гуляли по бульвару Карбышева, и он был такой зеленый, и вообще было так уютно. И я за один день влюбился в Москву, мне очень понравилось, и как-то все прошло очень классно, поэтому, да, у меня очень прям хорошие воспоминания от первой съемки. Я помню свои ощущения, когда перед первой съемкой меня попросили подготовиться, мне сказали, что тебе нужно сделать обзор новостройки, ну, там, рассказать о ней, а я такая, что такое новостройка? И я вот прям помню это ощущение, что я скопировала, просто скопипастила, ну, все, что нашла в интернете, и какие-то фразы повторяла, а в голове я понимала, что смысла нет никакого, особенно вот слова застройщик, девелопер, монолитные дома. Я думала, блин, я вообще сейчас говорю, я надеюсь, что я не глупость какую-то несу, потому что я не знаю, что это значит абсолютно, но главное дело это с уверенным видом. Детская площадка для детей старше 10 лет, на территорию возвращается что-то там. Ты пересматривал давно вообще свой первый ролик? Слушай, я, если честно, вообще не могу себя смотреть со стороны, я не пересматривал ни одного ролика со мной, ну, то есть на процессе монтажа понятно, но вот за 4 года работы я ни одного ролика с собой не пересмотрел, потому что я просто не могу на себя смотреть. Я не знаю, как вы это делали все эти 4 года. А еще я помню первую съемку с Ромой, потому что у нас, ну, наши зрители уже привыкли, что Рома, Рома, но ведь изначально у нас было 2 других операций. А, кстати, кто был до Рома? Почему 2? А, да, 2. А кто был? Женя и? Женя и Толика. Анатолий, Анатолий. И какое-то время спустя так получилось, что у нас появился только Рома. И я помню, что первая съемка с Ромой, это был жилой комплекс Маршал. Мы с ним встречаемся, начинаем снимать. Я на тот момент уже такая опытная, не знаю, сколько у меня там, 5-6 съемок, наверное, на тот момент было. И я ему говорю, что нужно подснять вот это, нужно подснять вот это. А там, если кто не видел, у жилого комплекса Маршал рядом стоит танк. Возле жилого комплекса прям. И Рома мне все время говорит, а давай лайф снимем возле танка, ну давай снимем возле танка. А я на него все время смотрю, что это дурачок. Почему он все время тянет меня к танку? Я ему объясняю, у нас о новостройках, мы делаем обзоры на жилые комплексы. Мы, понимаешь, рассказываем, как людям квартиру купить. Ну возле танка, это будет так круто возле танка. Я все время думала, мальчик, ты у нас не задерживаешься, наверное. Ну что ж, итоги ОЖК Маршал. И мне грустно, и мне обидно, потому что я когда сюда ехала, я хотела увидеть замок, я хотела увидеть сказку. Ты вода! Толик, снимай меня. Я имею в виду, снимай меня с турника. Я не могу это не спросить, потому что я застала тот момент... Я отказываюсь отвечать на этот вопрос. Не могу не спросить, ведь я застала тот момент, когда с самого первого ролика ты свой юмор включал в сюжеты, в том числе о новостройках. Поэтому тебя взяли на канал. У тебя же инстаграм был до этого. И я помню вот это, что дурачок носится, что вы клоуна взяли, и вот это вот все. Наш коллектив всегда поддерживал Стаса, и никто никогда не говорил, что вы давай вырежем шутку или еще что-то в этом роде. Но мне вот интересно, у тебя хоть раз когда-то закрадывалось вот это сомнение, что может быть... Что это было неуместно? Да. Оно закралось у меня, когда я спустя 3 или 4 года случайно наткнулся вот на первые свои ролики. Такой... По! У меня вообще нет ощущения, что я нахожусь в Москве. Может быть, мы действительно сейчас с тобой наловим грибов, а? Именно наловим. Почему? Потому что мы сейчас с тобой проходим под линией электропередач. Я мертвую зерк. Я мертвую все конечности. Ну, знаешь, это как-то... Ну, мы же взрослеем, там, немножко юмор меняется. Есть в лучшую сторону. Но, наверное, местами я как-то, может быть, действительно неуместно сушитил. Но это не то, чтобы, знаешь, это же не были какие-то там пошлые шутки. Это же все равно было как-то в контексте. Я не то, чтобы брал и начинал жонглировать, надевал носик такой кулонский. Смотри, я жонглирую. Ой, извините. Бежим. Ну, это да. Ну, потом да, я как-то более серьезно в том. Ну, ты никогда не сомневался, что ты хочешь продолжать этим делом заниматься, несмотря на то, что пишут всякие вот эти... Может, пришли к интервью? Да, я себя сама на самом деле сейчас чувствую, как будто я у тебя беру интервью. Мне это не нравится. Я так не хочу. И у меня сердце кровью обливалось, когда я видела вот эти комментарии, что типа, ха-ха, Петросян, не шути. Это было неприятно, да. Это было действительно неприятно. Ты сейчас можешь им высказать все. Мне было неприятно. Понял? Что, не ожидал, что я так скажу? Ты можешь сейчас вот сказать, накоси, выкуси. Ну, зачем? Они всякие знают. Все же ошибаются. Но... Мне вот интересно, те хейтеры, если вдруг они сейчас есть, которые писали, что Стасу лучше не шутить, теперь они знают, что Стас на этом ого-го как поднялся конкретно на шутках, кто они сподел. А, кстати, не факт, что знают, потому что, как я вот успел сделать вывод, появившись в нескольких интервью на YouTube-каналах других, многие пишут, а кто это вообще такой? Ну, потому что Инстаграм-аудитория, а я в первую очередь Инстаграм-блогер, потом ТикТок-блогер, никак не пересекаются эти аудитории с ютубовской. Да. Ну, соответственно, вполне возможно, что вы такие, а что, Стас, где-то еще что-то делать? Да, для тех, кто сейчас не в курсе, мы на всякий случай давай даже воткнем вот сюда твой кусочек видео с Сантаной. Хлоп! Доброе утро. Желаю тебе продуктового дня. Ничего, кстати, не замечаешь. Не видишь, что ли, какая я миротворежная? Будто бы и не я. Мы с вами, это эконом-класс. Для нас, например, там, установка каких-то, вот это самый дешевый способ установить. А что, я похож на эконом-класс? Я похож на эконом-класс? Ну, не знаю. Вы просто говорили, что ботинки не можете себе купить, и чисто из-за этого. Да просто времени нету сходить. А, тогда другой вопрос. Я, короче, помню, мы с Ромой как-то приезжали на символ, на жилой комплекс, делали подборку какую-то, и там нужно было разные ракурсы поймать. А у символа был большой забор, ну, короче, к нему не подойти. И мы, чтобы найти хоть какой-то ракурс, подходили со стороны железной дороги. И мы вот там со стороны забора какого-то снимаем, Рома делает подсъем, я там рядом стою, его жду. Я поворачиваю голову и понимаю, что рядом с Ромой стоит, короче, там целая банда, ну, копников, по-другому, правда, не скажешь. То есть, такие ребята, к нему опасные подходят. А я в нескольких метрах, и уже начинаю просто придумывать план, что мне делать. Потому что я понимаю, что мы просто возле железной дороги, в непроходимом месте, возле какого-то забора. А Рома в этот момент мы в руках с камерой. Хорошо, если мы просто останемся без камеры, а то подадут по голове ему, мне, что со мной сделать, вообще непонятно. У меня там уже просто целый коллапс в голове происходит. И этот чувак подходит к Роме такой, что вы здесь делаете? Я думаю, ну все, капец, короче, попали. Реально помощи просить неоткуда. Рома такой, ну, ролик снимаем. Ну что, камеру у тебя что ли? А, ну, наша камера, если кто не знает, мы снимаем на DJI Османа, не очень понятно, что это камера. Она выглядит как чупа-чупс просто какой-то с экранчиком. Рома такой, ну да, камера. Чувак такой стоит на него, смотрит. Думаю, ну все, он сейчас один раз, ну что, Рома у нас такой, один раз. Рома, ну что он такой говорит? Рома у нас хоккеист. Он не борец, он хоккеист, да. Я понимаю, что один раз кирпичом, и он там лег просто. Клюшкой, клюшкой. И я его даже не защищу. И он просто подходит к нему такой. А я тоже на YouTube видео снимаю. Я рэпер так-то. Я просто, ну у меня поменялось все. Что, мне, блин, не послышалось, нас точно не хотят. Это, видимо, был Зипуля, рэпер Зипуля. Потом загугли и ставь картиночку, чтобы было понятно. Он назвал свое имя, к великому сожалению. Видимо, у нас такой был шок в голове в этот момент, что у меня, что у Ромы, чтобы не запомнили его имя, но он назвал. Он показал свой YouTube канал, начал показывать свои песни. Он такой, ну там, зацените, у вас же там YouTube канал, вы мне там скажите, что там, как, все нормально, нет? Вот это просто дикость ситуации, когда мы стоим возле забора, рядом с железной дороги, в Лепфортово, где не ходят люди, и какой-то гопник нам показывает свои видео на YouTube канале, а я просто молюсь, чтобы ему сейчас не пришло в голову, что заодно и гопнуть можно. Я не знаю, то ли смеяться, то ли плакать, и я просто, мне кажется, вот так все это время и стояла, и ждала, пока этот парс закончится. А Рома прям, да, действительно рассматривала его видео, мне кажется, лайк даже поставила. Хороший контент. Какого числа День строителя? Не помню. Вот недавно. Телеграм или WhatsApp? И то, и другое. Ну, а теперь обо всем в порядку. Интервью с Рябинским, это было мое первое интервью, прямо вот с владельцем строительной компании. До этого я общался с топ-менеджерами, с коммерческими директорами, ну, руководящими, в общем, с людьми руководящими, на руководящих постах, но никто из них не являлся прямо вот владельцем компании. Это то интервью, за которое ты получил интервью года премию? Да, совершенно верно. И, значит, я все подготовился, красиво, там, мы все выставляли, и, значит, приходит Рябинский, и начинается интервью, и прямо после первого вопроса один из фонарей хлобыч как упал, жесточайший. Это было прямо рядом с Рябинским. Но не на него. Это было не на него, но это был, знаешь, тот момент, когда, блин, он сейчас, типа, скажет, что за организация у вас, типа, что вы вообще, что ли, ну, вы нормально не можете, там, типа, нарулить процесс, я думал, сейчас будет вот так. Но, к счастью, он абсолютно положительно отреагировал, мы устранили эту поломку временную, и все прошло хорошо. Ну, наверное, вы же знаете, что у нас, в принципе, не многочисленная команда. Три человека, а сейчас два осталось. И в том числе, когда мы писали интервью, несмотря на то, что у нас интервью писались на три камеры, у нас всем заведовал только один человек, и светом, и тремя камерами, это Рома. То есть он вот так вот бегал, бегал, бегал по всем камерам, смотрел, что там происходит. А, еще и за звук отвечал. Поэтому у нас очень много брака и на звуке, и на картинке, и по свету. А что уж там недавно, буквально на прошлонедельной съемке было такое, что мы отсняли сюжет, причем там, где мы в одном сюжете проезжаем три разных жилых комплекса за один день, мы отсняли все, и время пришло мне монтировать. А Рома говорит, флешка полетела. Ну, как бы просто файлы не записались. Она пишет, что флешка инвалид, файлов нет. Ну, чтобы ехать и переснимать опять. И вот это дикое ощущение, что ты сделал всю работу. Я все отсняла, я все рассказала. Почему? Почему я должна ехать еще раз, но... Как ты в таких случаях, кстати, реагируешь? Ты же сейчас дзен, принятие, осознанность. Да... Как ты отреагировала, расскажи, Рома? Ну, просто если... А Рома сейчас скажет, правда она говорит или нет? Ну, просто если бы Рома можно было бы убить, и у меня был бы запасной оператор, то может быть. А запасного оператора нет. Я говорю, просто, ну, окей, поехали. Что делать? Молодец. У меня был один раз такой случай. Это было тоже, по-моему, первый год нашей работы. Это был обзор жилого комплекса Отпик Вандер Парк. И мы отсняли, наверное, часа два или три. Ну, в общем-то, весь ролик практически. И спустя вот это все время мне Рома так говорит, «Слышь, Тасан, я на воде такая тема». Короче, ну, это звук забыл включить. Я помню, я в этот момент дзен поймал. Я дзен. Было очень много чего сказать Роме. Таких, кстати, случаев у нас, правда, очень много. Практически каждый лайф, особенно в последнее время. Но хорошо, что он вспоминает это хотя бы во время одного лайфа, а не два часа спустя. То есть бывает такое, что я начинаю что-то рассказывать, рассказывать, говорю, лайф закончен, а Рома говорит, подожди, у нас, по-моему, звука не было. Мне кажется, как будто бы прям супер страшных ситуаций у нас не было. Ну, потому что, наверное, мы все-таки больше про веселье и про безопасность. Но как минимум один такой прям вот случай на грани страшного. Я помню, мы снимали на какой-то строительной площадке. Сейчас уже даже не вспомню какой, но тогда еще была оператор Женя, девочка. И мы на восьмом, по-моему, этаже дома недостроенного, но мы поднялись, собственно, наверх. И там нет внутренних перегородок в квартирах, соответственно, еще там нет вентиляционных шахт. Есть просто такая бетонная коробка, где ты ходишь там по полу. И Женя... Мы снимаем лайф. Я рассказываю там что-то про жилой этаж. Иду на нее, и Женя, как оператор, идет назад, пятница получается, и снимает меня, чтобы мы сняли проходку. И рядом с ней вроде есть люди. Рядом с нами были представители застройщика, которые работают на строительной площадке. И я просто понимаю, что я в последний момент вижу, как Женя на ногах нависает над прорезью для вентиляционной шахты. Ну, то есть просто дырка по-простому. И я не успеваю ей сказать ничего, как Женя уходит вниз. Мы на приличном расстоянии друг от друга, и я успела только схватиться, по-моему, за рот, глаза или за что-то. Это первое, что нужно делать, когда человек проваливает с восьмого этажа вообще. Ну, все очень хорошо обошлось, но Женя пролетела до груди, и она зависла на руках. У нее был тогда зеркальный фотоаппарат. Это большая камера была такая. И она вот зависла вот так висит. Локти на полу, получается, уже лежат, тело внизу болтается, и камера вот так. И тишина гробовая, несколько человек рядом с ней просто вот так стоят. И она такая, камеру подержи. Это первое и единственное, что она сказала. То есть мы в шоке стоим от того, что ее нужно оттуда достать, а она сказала, все нормально, камеру подержи. Представляешь, камера, она на самом деле была ее центром тяжести, который не позволил ее упасть. И ты берешь камеру, она такая, не-не-не-не-не. Мне кажется, единственное, почему она, собственно, не дала своему телу упасть, это камера. Потому что если бы ее не было, она бы рыбкой так полетела бы дальше изучать пространство. Но из-за того, что она решила спасти камеру, она выставила локти и задержала ее. И мы, собственно, забрали камеру, вытащили оттуда. И потом на всей последующей съемке вот эти люди, которые работали на застройщиках, они ходили вокруг нее таким кольцом, чтобы она не врезалась в стены, не дай бог, никуда не наступила. Это был первый и последний раз, потому что там нет ограждений вокруг этих блоков. Но я надеюсь, что это последний. Там не было ограждений, поэтому никто не понимал, что это возможно. Логика такая. А скажи, как она отреагировала? Нормально. Мы ее достали оттуда, она продолжила снимать, как камера целая. У нас вообще операторы дзинисты какие-то, да? Слушай, ну я примерно такого же мнения. У нас не было прям катастрофичных ситуаций, но были такие, когда на съемках, по-моему, 2 или 3 таких были. Где-то в районе Берегового мы снимали, по-моему. И еще где-то, когда на соседних площадках охранники на нас шли с очень угрожающим видом. Ну, то есть, когда мы не предупреждали застройщика, что мы туда приедем, или заходили на какие-то территории, на которых нас, собственно, не очень-то ждали. И я помню, по-моему, возле Берегового было, когда охранник чуть ли не какую-то там биту доставал уже там из-за пазухи. А в этот момент мы снимаем какой-то лайф. И единственное, что я говорю Рове, то поворачивайся, говорю, все, что будет происходить, снимай на камеру. Это уже какой-то, ну, такой инстинкт репортера, скажем так. То есть, если меня будут бить, если я буду падать куда-то там в шашу... И начнешь снимать сториз. Ты главное, да. Ну, у меня есть оператор, поэтому я всегда Роме говорю, ты главное снимай, что бы ни происходило, главное снимай это на камеру. А вот у нас Ромка же, ты же знаешь, что он на Дзене тоже постоянно. То есть, он никогда не повышает голос такой, вещи спокойно, даже когда на него, ну, прям наезжаешь. И я вспомнил один из случаев, когда мы приехали на какой-то долгострой, кажется, куда-то за город, это было лето. И что-то мы подходим к какому-то шлагбауму для того, чтобы там вот с определенного ракурса подснять корпуса. И, как обычно, выходит охранник и врубает охранника, да. Блин, очень не люблю людей, которые врубают охранника. Очень нормально к ним отношусь, к охранникам, но не тогда, когда они берут на себя слишком много. И он такой, че ты, че ты уходишь? А Рома говорит, сейчас я вот типа подсниму здесь просто здание, чтобы видно было. Здесь честная территория, уходим! Прям очень, очень начинает разговаривать грубо вообще. Ну, то есть, неправильно. И я первый раз видел, когда Рома такой взял камеру, я говорю, я тебе сейчас челюсть сломаю, понимаешь? Я сейчас пойду позвоню и ушел кому-то звонить. Я такого не слышала, при мне он так не делал. На самом деле фейлов, мне кажется, на каждой съемке у нас было полно. Но мы сейчас не можем вспомнить ни одного. Да, по факту, каждая съемка сопровождалась каким-то фейлом, большим или маленьким, но из-за того, что они были каждый раз, сейчас очень сложно какой-то выделить так, чтобы рассказать. Но просто из последнего, что было вот уже поздней осенью 2020 года, мы с Ромой договариваемся ехать в Балашиху, и я ему говорю, я тебя заберу на каршеринге на метро шоссе энтузиастов. Вот давай встречаемся с тобой в 10 утра на шоссе энтузиастов. Он говорит, хорошо. Я приезжаю в 10 утра на шоссе энтузиастов, уже подъезжаю от метро, паркуюсь. Рома на остановке нигде рядом нет. Я ему начинаю звонить и говорить, ты где? Он говорит, ну я там, где мы договорились. Я говорю, в смысле где договорились? Вот я вот здесь какая-то циркушка белая, вот я возле метро. Он говорит, я возле метро стою. Я говорю, ну на шоссе энтузиастов. Он говорит, нет, каких энтузиастов? Волгоградский. Я говорю, Волгоградский что? Он говорит, ну шоссе. Волгоградское шоссе. Волгоградский шоссе. Я говорю, Волгоградский вообще-то проспект. Он говорит, а это не одно и то же? Я говорю, Волгоградский проспект и шоссе энтузиастов вообще не одно и то же, Ром. И в итоге оказалось, что Рома немножко перепутал шоссе с проспектом и энтузиастов с Волгоградским И приехал не туда А я, между прочим, потом еще схватила штраф Потому что пока я его ждала на остановке возле метро Собственно, меня камеры там схватили и выписали мне на кончеринге штраф И буквально через 3-4 дня после этого мы ехали на съемку Я говорю, я тебя заберу в 10.30 утра на метро 905 года По-моему, или баррикадная И нам нужно было ехать в Новую Москву в 10.30 утра Я подъезжаю в 10.40, думаю, что Рома уже стоит на изготовке, просто ждет меня Когда я приеду в 10.40, я звоню, я тебя жду Где ты? Он, где? Что? Ты меня разбудила? А сколько времени? В тот момент, когда мы должны были уже двигаться на съемку в Новую Москву То есть нас через полчаса ждут на интервью Потому что у нас договоренность, что мы запишем интервью с застройщиком заранее А Рома просто только проснулся У меня, кстати, тоже история с фейлами связана только с Ромой Потому что Рома всегда стабильна Бенефис истории про Рому Все 4 года Рома опаздывал на съемки И спустя 2 года Ну, я сначала злился Мы с ним ругались Ну, то есть я на него ругался А он так стоял, ну, как обычно И потом я подумал Ладно, надо ловить дзен Я просто буду, короче Ну, я приму его таким, какой он есть И просто буду назначать ему всегда на 30-40 минут раньше, чем как бы надо А сам буду приезжать к нужному времени Спустя 30-40 минут В принципе, эта схема сработала Мы всегда примерно одинаково приезжали после этого Но однажды был момент, когда вот мы только запускали «Рубу реку лица» Это интервью наше И у меня было одно из первых интервью с Василием Петисовым Коммерческий директор на тот момент «Эталона» И, соответственно, я приезжаю на Побелецкую И вот уже там скоро, ну, то есть мы берем И должны были брать оборудование И после этого должны были ехать в офис там То есть, условно, через полчаса уже должны были быть в офисе И я, значит, звоню Роме Сначала, естественно, не могу на него дозвониться Что как бы для него обычная история А спустя 15 минут все-таки мне удается удостоить себя его внимания Он говорит, слушай, а что там, что звонишь? Я говорю, ну, у нас интервью с тобой А, да? А я, слушай, а только проснулся где-то Вот, в итоге мы принесли интервью Но я очень, честно говоря, переживал Потому что коммерческий директор «Эталона» Это мое, по-моему, второе интервью было И, ну, и как бы мне надо звонить и говорить Что нас не будет, типа, сейчас через полчаса В итоге мы договорились, что через 2 часа приедем Рома успел позавтракать спокойненько Кашку, наверное, поел, да, Рома? У нас забавно, что фейлы связаны с Ромой Смешные ситуации связаны с Ромой Страшные ситуации связаны с Ромой Ну, потому что посмотри-то на него Ну, посмотри, какое золото сидит У нас была такая, мне кажется, одна, но очень весомая традиция с Ромой на съемках Это обед в теплое время года То есть, когда наступало, например, с апреля по сентябрь, если повезло Мы всегда устраивали обеденный перерыв на съемках Это мое самое любимое Я вообще обожала летние съемки Потому что это не ощущается, как работа Ты как будто бы пошел погулять с другом Но при этом заодно вроде как и работаешь И мы всегда, если жилой комплекс имел уже хотя бы одну сданную какую-то кофейню, кафешку, магазин, супермаркет или что-то в этом роде Мы покупали продукты Я всегда брала хлебцы и сыр, потому что я типа на ПП Рома брал какой-нибудь там самсу или пирожок с мясом Мы садились на детской площадке с водичкой, там соком или кофе И обедали Это было мое самое любимое время съемки, когда мы сидим на детской площадке Я точно помню, что мы несколько раз приезжали так в испанские кварталы Вообще во все комплексы, в которых мы были летом, мы обедали на детских площадках Моя любимая традиция Да, вообще я с тобой полностью согласен Потому что моя любимая традиция в принципе даже вне новостроек это еда Рома, например, у меня ассоциируется не с самсой, как ты сказала, а с шаурмой Он постоянно везде ищет шаурму Вот на любой съемке Слушайте, а шаурма-то вот не знаете, есть поблизости, нет? И она везде, как правило, есть Ну, либо столовка, да, какая-то Когда приходим, знаешь, обычно же там застройщики предлагают поесть или еще что-то А супчик или котлетки, можно у вас там отхватить? Да, Рома знает все шаурмечные и поэтому он особенно любил ездить с нами в Петербург В наши немногочисленные командировки Потому что, как известно, Петербург это столица шавермы Шавермы, да, верно Я давно предлагала Роме начать параллельно нашему каналу о новостройках делать канал о шаурменных Потому что он знает все лучшие шаурменные Как Хованский, Хованский, по-моему, это делает Ты можешь дойти на его территорию Мне кажется, что он побьет его рекорды, потому что Рома знает все лучшие шаурменные И благодаря его комментариям я знаю, что лучшее в городе Москве, по крайней мере, недалеко от Павелецкой Там есть шаурман номер один, шаурменная такая И мы когда ехали последний раз, по-моему, мы снимали в офисе продаж МИЦ И мы ехали в такси, Рома такой О, здесь лучше шаурменная таксист такой Да-да, я с тобой согласен Здесь, правда, лучшее шаурменная в городе Я подумала, ну раз, два таких компетентных человека вещают, что здесь лучшая шаурма Это, правда, лучшая шаурма Но, кстати, вот ты сказал про Рома и супчики Да, у нас тоже такое было не раз на съемках, когда застройщики предлагали нам какой-то обед Рома всегда говорил, я за А где обед? А когда не предлагали, он спрашивал, а обед будет? А где обед? Я не понял, а нас покормят? Если вдруг нам кто-то не предлагал чай, кофе и конфет Он говорил, а где конфеты? Я не понял, а где конфеты? А конфеты будут? Да, Рома расхититель конфет, это правда Поэтому все застройщики на все наши съемки, когда мы договаривались об интервью, дачи каких-то комментариев Готовили уже пачку конфет, потому что знали, что если мы приедем, Рома обязательно попросит конфеты Олесь, я поделываю последний разочек лапочки, ладно, ты еще наделываешь хлопочки себе Ты мне давай расскажи про какую-нибудь климатическую аномалию Вот я не знаю, вот если брать, например, самую холодную съемку Я не знаю почему, но у меня с ней, с самой холодной съемкой ассоциируется съемка жилого комплекса «Сердце столицы» Это было в первый год, то есть в 2016 году На улице минус 10, в точно такой же погоде в Петербурге я бы уже сдох Но мы тут с вами в Москве, все хорошо И после этого я так охерел, ну мы же, это же мы как бы говорим про мои съемки, не про Олесина, которая с первого дубля все пишет Мы снимали часов 5 или 6 на улице, и, ну, то есть после этого я сказал, все, мы не будем снимать, если будет больше, чем минус 10 Даже минус 10 потом мы уже не снимали, потому что минус 10 снимать это тоже просто засады, засада еще та Ну, и у меня самая холодная съемка, я точно помню, потому что это был Вальдемироль, и я до сих пор его вспоминаю Потому что когда это была первая зима, и мы с Ромой были на съемках Вальдемироля, было минус 17 И это был обзор долгостроя, то есть у тебя нет возможности где-то погреться Ни одной рабочей, шаурменной, столовой, кофейни, вообще ничего Я снимала дольщиков, которые мне давали интервью примерно на полтора часа То есть я полтора часа вот так стояла с микрофоном в минус 17 Во-первых, я не понимаю, как выдержали люди, которые приехали туда Во-вторых, я не понимаю, как выдержала я, как выдержал Рома Мне кажется, он просто прикипел к этой камере И мы полтора часа снимали просто интервью, стоя на одном месте Потом, мне кажется, я вот так же вот с этой вот несгибаемой рукой Мы пытались спрятаться в подъезде, хоть в каком-то погреться А это долгострой, там подъезды открыты были, но отопления в них не было То есть это был заброшенный объект И после этого я помню, что мы с Ромой зареклись и сказали Это последняя зима на новостройках Больше мы здесь работать не будем Мы вот сейчас докончим эту зиму, отработаем лето и уволимся Чтобы больше никогда такого не повторилось Но так получилось, что потом мы перестали снимать в минус 17 Потом у нас перестали появляться долгострой Ну, то есть, по крайней мере, их стало меньше И зимой мы имели возможность не снимать У нас появились офисы продаж, в которых мы смогли греться И каждую зиму мы продолжили говорить, что это последняя зима на новостройках Но вот те минус 17 я запомнила на все, да И сегодня мы не пожалели своих рук и ног Чтобы в практически 15-ти градусный мороз добраться до Одинцовского района И рассказать вам невероятную практически историю жилого комплекса «Вальдемироль» Я не знаю, как у тебя Но у меня, в принципе, после зимних съемок день строился таким образом Я приходил домой, но организм, он же летом и зимой разное количество энергии затрачивает Для того, чтобы просуществовать и выжить И когда ты приходишь летом после съемки, ты можешь пойти в спортзал, погулять с друзьями встретиться Когда я приходил зимой после съемки, я приходил домой, садился на диван И несколько раз просто засыпал прямо на диване Потому что я понимал, что у меня нет вообще абсолютно никакой энергии Вся энергия, которая у меня с завтрака осталась, она была направлена организмом на то, чтобы выжить А приходил я домой условно в 5-6 вечера Потому что мы снимали, пока был световой день, часов до 3 Соответственно, в 4-5, ну максимум, в 6 я дома В зависимости от того, сколько мне нужно было от объекта еще ехать домой И я мог в 6 вечера просто отрубиться на диване и проснуться с утра Я помню, что у меня после зимних съемок меня всегда раздражало первое время Что мне нужно было обязательно ехать домой переодеться Потому что я на зимние съемки одевалась, как капуста На тебе колготки, ритузы, джинсы, 10 тысяч пуховиков, какое-то термобелье Потом свитер, потом шарф, потом пуховик, потом шапка И когда заканчивается съемка, а я хочу договориться с друзьями пойти в ресторан или в кино А не могу, потому что я в таком виде просто, как капуста, никуда не могу пойти Если мне нравились летние съемки, у тебя закончилась съемка И ты поехал сразу по делам гулять куда угодно, вообще в любое место А когда первые года заканчивались вот эти съемки, которые мы снимали на улицах Я обязательно должна была поехать домой, просто хотя бы, чтобы отогреться Я лежала в ванне или стояла под душем просто полчаса вот так отогревала замерзшие пальцы и руки Потому что это было очень холодно и обязательно переодеваться Сейчас мы снимаем меньше, мы снимаем в том числе в офисах продаж и это закончилось Но это, кстати, не все же катаклизмы, которые случались У нас, например, была съемка в гусарской балладе, тогда еще была оператор Женя Когда мы попали в дикий тайфун, мне кажется, не до, не после, история Москвы Ну, по крайней мере, на моей жизни Я, кажется, помню, ты показывала фотографию, это прям реально Да, это тот самый Очень страшная работа У нас была назначена съемка в гусарской балладе Причем нас ждала там как минимум одна дольщица, с которой мы договорились на интервью И мы едем уже на съемку в гусарскую балладу И на подъезде к жилому комплексу мы видим на трассе на МКАДе гигантскую черную, не соврать, черную тучу Как из фильма ужасов, как из Милева апокалипсиса какого-то А мы уже там, нас уже ждет дольщица Мы понимаем, что мы не можем просто на МКАДе развернуться, нужно доехать туда Мы доезжаем до комплекса, паркуем каршеринг и понимаем, что мы не можем пройти 50 метров Мы собираемся, едем обратно в Москву, приезжаем в Москву, а дождь закончился Просто солнце светит, птички поют, мы такие, блин, ну, лето И, ну, и время еще позволяет, световой день, может быть, мы поедем обратно Мы начинаем ехать обратно в гусарскую балладу Доезжаем до баллады, снимаем пару лайков и идет ливень Тот же самый дикий ливень А мы уже там уже отсняли, ну, там 50% ролика в общей сложности Но это просто дико уезжать оттуда, чтобы приезжать на следующий день И мы в итоге кусками прятались, ждали, пока дождь закончился Он был как тропический дождь, мы прятались Один раз подождали, другой раз там сняли лайф И в итоге у нас даже есть лайфы, есть там кадры, которые мы выставляли в Инстаграм Когда на наших глазах образовались такие лужи, что люди не могли просто пройти Наша машина стоит вон в том углу И мы уже 5 минут просто смотрим в округе, как мы до нее можем добраться Потому что вот такое море, просто куда ни глянь Мы обошли уже этот корпус со всех сторон И просто чувствуем себя как Робинзоны на необитаемом острове Потому что выбраться можно только вплавь Нам на самом деле с Ромой дарили очень много подарков Я прям, мне кажется, не вспомню все, но из последнего Мы приезжали на съемку жилого комплекса Медовая долина Когда во второй раз дольчики Медовой долины нам подарили банку меда Попычную просто банку меда Ну потому что Медовая долина Но так как она была одна, я ее решила вручить Роме Вообще у нас какое-то такое негласное правило случилось с Ромой Что мы делим подарки Ему достается еда и все, что можно вообще съесть из подарков Мне достается все остальное Например, мы были на съемках Сити 21 век Какой-то мини-полис у них снимали И нам подарили, по-моему, там были конфеты Там были мягкие игрушки Одинаковые наборы Две мягких игрушки Два набора конфет И два билета в кино В общем, мне досталось две игрушки и два билета в кино А Роме достались два набора конфет Был жилой комплекс Саврасова парк, по-моему, назывался То есть это был какой-то очень сильно замкадный Очень сильно неизвестный, долгостройный То есть прям такой, где за людей болело сердце Я переживала за них, потому что история просто дикая дичь И люди приехали от всей души Подарили нам пакетик с Ромой Где была упаковка чая, конфет И, по-моему, бутылка красного вина И в итоге чай и конфеты ушли Роме Вино ушло мне Ну, как-то в целом делили обычно так То есть все, что съедобненькое И вот, ну, и алкоголь, конечно, мне, да Все остальное, что можно съесть, это Роме И был у нас, наверное, из самых необычных, кайфовых и масштабных подарков Это на съемках Тушина 2018 Застройщик подарил нам билеты на матч Потому что у них застройщик связан со стадионом Спартак, который рядом есть И нам подарили билеты на матч Спартак-Динамо Два билета Так получилось, что по одному мне и Роме И нам либо идти вместе на матч, либо кому-то делиться Естественно, я посмотрела на него грустными глазами И Рома отдал билет мне Хотя я была уверена, что билетом на футбол не поделится Но, видимо, все-таки на хоккей ему интереснее, чем на футбол И самое забавное, что я вообще супер не фанат футбола Я никогда не была на матчах на большом стадионе Поэтому, когда я начала гуглить, что за матч Кто такой Спартак, что такое Динамо И я увидела, что у Спартака цвета Это красный и белый Я думаю, о, прикольно, это лето У меня есть красные штаны и белая футболка А будет по приколу, я оденусь цвета Спартака Тем более, ну, как бы, стадион Спартак называется И мою подругу почему-то я решила не предупреждать Думаю, да какая разница, в чем она придет Ну, то есть, как бы, ну, не обязательно же нам нужно быть фанатками Спартака Мы же вообще не собираемся давать знать о том За какую команду мы болеем Мы не разбираемся в обеих Но так получилось, что у нас билеты были на трибуну Спартака А она совершенно случайным образом пришла в бело-голубом И она просто была единственная, не соврать Единственная, что была в цветах Динамо На трибуне Спартака А ты, я так понимаю, подругу свою не очень недолюбилась, да? Я просто не думала Ну, вот каков шанс, что из всех цветов, существующих на планете Она именно в этот день выберет бело-голубой Но в целом мне очень понравилось, что я посмотрела хотя бы матч Большой, интересный, масштабный, очень громкий, эмоциональный Благодаря застройщику Прикольно Я вот из подарков застройщиков помню, например, зонт Зонт от компании СМУ-6, которую мне подарили на жилом комплексе Любовь и Голуби Кстати, периодический импорт здесь Спасибо большое Мало кто знает, но примерно три, наверное, года нашей совместной деятельности мы с Олесей были офисным планктоном Мы сидели в офисе Это правда, если у нас не было съемочных дней, то мы прямо вот как обычные работники, там офисные, приходили в офис Сначала там с 9 до 6, потом с 10 до 7, потом с 12 до 8 В общем, мы должны были свое время отсидеть в офисе И мы сидели прямо друг напротив друга У нас были рабочие места с компьютерами, со всеми делами И я очень часто и очень сильно бесил Олесю своим свистом Дело в том, что я постоянно свищу в принципе в жизни Я очень люблю свистеть Мне кажется, это была главная причина, почему я первая сказала, что я больше не хочу работать в офисе Потому что я не могу работать, когда он делает вот это Он так делал постоянно, каждый божий день, каждый день Я работаю, он свистит, я работаю, он свистит А у меня аллергия, у меня непереносимость, свист, а он делает это просто каждый день Но с другой стороны, конечно, если бы я знала, что я работаю напротив прямо Стас Просто класс блогера-миллионника, может быть, я бы задержалась подольше Да, я вот поэтому и говорю, слушай, сейчас ты, мне кажется, переживаешь Мне дальновидная была Да, а все уже, а уже все, а надо было раньше Кстати говоря, ты в курсе, Олеся, я не знаю, рассказываю ли я тебе Но нашим зрителям я точно об этом не рассказываю Если вы знаете этот мем, а все уже, то он родился во время дороги домой из офиса Я, значит, возвращался к метро Шелепиха И, проходя под мостом МЦК Шелепиха Я, значит, просто мне вот в голову просто пришло вот это Вот просто вот я иду, и такая какая-то навязчивая идея И такая бам Я просто услышал вот это, а все уже То есть я как бы услышал вот эту ситуацию, когда, например, девочка говорит Прости прощения Парень сразу просит мне прощения Она такая, а все уже То есть вот эта ситуация сразу пришла И именно вот эта интонация Вот прямо как в ролике А все уже И чтобы ее не забыть, эту интонацию Это как бы у меня уже просто рефлекс такой Ну и чтобы не забыть что угодно Что мне нравится, какая-то идея его периодически пройдет Я все сразу записываю Либо в заметке Либо, как в данном случае, я записала сразу на камеру Вот эту интонацию То есть я открыл, чтобы не забыть Потому что у меня очень херовая память Я пока доехал до дома Я бы все забыл Приехал домой Сразу же записал этот ролик Выложил на следующий день И он как не зашел Да Да, и Как завис на полки года ближайшего на полтора Не на полтора, а на два Да, на два года он завис на моем инстаграме Никто о нем не знал до тех пор Пока вот Пока ты не столкнулся Примерно год назад я не зарегистрировал тикток И не выложил его туда И уже там он завирусился Такие вот, понимаете, или парадоксы популярности Вот такие они А все Начиналось Да, начиналось когда А все уже А все Да, кто его знает Может, если бы я не сидел в этом офисе Не работал бы в компании «Новостров» То есть ничего бы этого и не было Все благодаря нам, ребят Все благодаря нам А я на самом деле А я на самом деле Очень благодарен проекту «Новостроев» И канала о новостройках И руководителям канала Не будем называть их имена Вот Очень благодарен Спасибо вам большое за все А мне Олеся, ну конечно же тебе тоже благодаря Кто сидел напротив тебя Кто вдохновлял Кто был музой Кто тебя бесил, чтобы ты такой А все уже А надо было раньше А не беси меня уже Не понимаю, что ты Ну ты меня бесил У меня сразу всплывают две истории Если говорить о каких-то мемах Одна из них связана со съемками Жилого комплекса «Долгостроя» И так вышло, что я на съемку приехала Буквально через день После того, как я вернулась Со своего отпуска Я была на Кипре Собственно, две недели Или сколько я была на Кипре Я все это время впитывала в себя солнце Я купила себе новые короткие шорты Я купила себе шелковый топ И, в общем, я решила во всем Своем самым нарядом Приехать на съемку Ну и у меня и так-то кожа смуглая довольно А тут я выглядела Прям вот как из рекламы Солярия какого-то Ну и плюс цветокоррекция Которую очень любят наши монтажеры Сделала меня просто какой-то Мулаткой На фоне Очень Нет загорелых людей И это выглядело все так Просто настолько Не в тему Когда я вот в этом вот Шелковом топе Коротких шотах И со своим кипрским загаром И люди с плакатами Помогите Спасите нас Мы в долгострое Этот мем потом у меня Ну, в моем инстаграме Завирусился Как мог, по крайней мере Такое могло получиться Это вообще Уму не поддается А еще мой любимый мем Который я себе даже сохранила В хайлайтсах В сторис Он со съемок Жилого комплекса Одинбург У меня есть мем Как я хотела бы Чтобы на меня смотрели мужчины И как на самом деле Мужчины на меня смотрят Потому что этот взгляд Менеджера Из жилого комплекса Одинбург От компании Афи Девелопмент Я не забуду никогда Потому что Всю съемку Мне кажется Он просто проклинал Он вспоминал все И самые гадкие слова Которые он вспомнит И посылал их в мой адрес Но судя по всему Ничего не сработало Потому что я Цвету пахну Для меня самые Ну самые запоминающиеся Самые какие-то Интересные ролики В рубрике о разном Это всегда были ролики Новогодние Потому что Они у нас Как правило Снимались всегда Что-то там Два дня И это всегда Был какой-то Такой жесткий кипиш Что Ну блин Вообще Не передать словами Позапрошлогодний ролик Мы снимали Без преувеличения Практически Без сна Мы там по-моему Часа три поспали И снимали Двое суток подряд Сначала у меня дома Там с небольшими выездами В Ашан Или еще куда-то Потом Немножко поспали У меня дома Причем Особенность такая У Рома Кстати Раз уж у нас сегодня Весь ролик посвящен Роме Рома Почему-то спит Все время на кухне На полу Исключенным телевизором Вот Мы значит Три часа поспали У меня дома Рома поспал Полежал на кухне Исключенным телевизором И потом На следующий день Мы еще снимали У меня дома Всю первую половину дня Мы приехали сюда В эту же студию Снимали здесь Розыгрыш Airpods Да Это было жестко А еще Один из самых Запоминающихся Интересных Для меня роликов Это был ролик Про Сравнение Монолита Монолитного строительства И панельного строительства Дело в том Что когда мы снимали Часть про монолит Нам нужно было рассказать Как льется монолит А дело в том Что Монолит весь Здесь в городе Москва Как правило Льется ночью Потому что Когда он выезжает С завода Я имею ввиду Он это бетон Когда он выезжает С завода Ему важно Очень быстро Добраться до площадки Если на площадке Нет собственного Бетонного производства Потому что Иначе он застынет То есть У него там Срок жизни Как бы вообще Небольшой И попасть в пробку Это потери денег То есть Это издержки Очень сильные Поэтому Как правило Бетон возится По Москве ночью И мы значит Приехали туда Нам типа сказали Что вот типа В районе там 22 часов Начнется Заривка монолита Мы значит туда приехали Там из-за разряда 21 вечера Нам такие Мы уже приезжаем Мы такие Слушайте Переносится на 11 Мы такие Ну окей Ну мы как Уже едем Мы туда приедем К вам И там будем Что-то тусить Приехали значит Туда Там типа Ну пол Полдесятого Ждали до 1 Те нам в 1 Сказали Такая штука Короче В 3 приедет У Рома такой Стасон А поехали домой Я говорю Ну Ром Ну блин Нам точно так же Завтра придется Здесь ждать Давай уж Как бы мы приехали Возьмем Потерпим Посидим В этой прорабской Я не знаю В ютубчике посмотрим Ты конфеты погрызешь Что-нибудь поделаем Что вы делали С 11 до 3 Ну я смотрел Ютуб сидел А Рома там Не знаю Своими делами занимался Пили кофе постоянно То есть делать нечего Правда было Ничего не записывали Да Ну как бы мы просто сидели В прорабской И курили бамбук И потом Когда в 3 часа Приехал бетон Мы сняли об этом сюжет И это было Кстати очень прикольно Потому что до этого момента До этого сюжета Я до конца Все-таки не понимал Как вообще Все это происходит Что такое Монолитная Технология Что такое Панельная И вот тогда Вот у меня Вот сошлись Вот вообще Все вот эти Пазы И я тогда Вот понял В принципе Окончательно Как дом строится Это было очень прикольно А мой наверное Самый знаменательный Самый запоминающийся Случай на съемках Был Связан с тем Как я нашла Коржа Это был 2016 год И съемка Жилого комплекса Лобачевский Мы с Ромой Снимаем блог Про то Как добраться До жилого комплекса На остановке На автобусной И стоим На автобусной Остановке Где нет никого Потому что Лобачевский На тот момент Находился В том месте Где нет Ничего жилого Кроме Недостроенного Лобачевского Помимо нас На остановке Сидит один мужчина И больше Никого в округе Ни жилых домов Никого нет И я слышу Просто какой-то Плач Котенка Ну это явно Был плач Кота Там просто Я по сторонам Не могу понять Что происходит Думаю Наверное Мужик в сумке Несет кота Ну а откуда Еще взяться Звук Смотрю на мужика Он никак не реагирует А плач продолжается Я смотрю по сторонам Ничего не могу понять И тут я Поворачиваю голову На дорогу И вижу на трассе Вот такой Маленький Черный комочек У меня просто Переворачивается Все с ног на голову Я понимаю Что котенок Лежит посреди трассы Я не помню Сколько там полос Три, четыре Ну то есть Как бы там Полноценная Нормальная дорога По которой Несутся машины И в тот момент Когда я свой взгляд Уже фиксирую На этой точке На этом черном комочке Который издает какие-то звуки Я понимаю Что прям над ним Начинают нестись машины И у меня на глазах Сейчас кто-то может Проехать по нему Потому что Это трасса Там едут очень быстро И я в тот момент В свою жизнь Почувствовала Как вот это Слоумо В каких-то фильмах Со спецэффектами Когда я торможу Все машины руками Типа Стой Не едь И я торможу Раз полосу Два полосу Подбегаю к этому комочку Отшкрябываю его От асфальта И надеюсь просто В этот момент Чтобы он Отшкрябался целиком Чтобы я не подняла Сейчас половину Кота От асфальта Потому что я не знаю Вдруг по нему Кто-то проехал Я поднимаю его Он целый Вроде даже Ни лапы Ни голова Ничего не отваливаются У нас был с собой Тогда кофр Это такая сумка Где оператор Носит свою камеру У Ромы была Грубо говоря Сумка пустая Из-под камеры И мы этого кота Запихали в сумку И вся следующая съемка Где-то половина То есть еще часа три Наверное Проходило так Что я записывала лайф Открывала сумку И проверяла Жив ли кот Он жив Он после этого Не издавал ни одного звука Я каждый раз думаю Что он просто помрет Но я правда Я думала Что с ним что-то не то Потому что Вдруг по нему Кто-то проехал Я снимала лайф Так Столько-то корпусов Столько-то этажей Столько-то лифтов Ты жив? Да, ты жив Все нормально Ну в общем добраться Так-то, ты жив Все нормально И так три часа съемки Просто И кот все это время В кофре молча Никаких дел туда не сделал Не написал Не испортил Не стошнил ему Ничего Он просто молча Ждал в закрытой сумке Потом я его запихнула За шиворот Поехала в бедклинику Оказалось, что у него Сломана лапа Ему сделали УЗИ И в общем Этот кот Со сломанной лапой Живет у меня до сих пор Четыре года И его зовут Корж Корж грузинский Со мной все еще Я очень долгое время Придумала его имя Хотела его называть Даже Лобачевский Потому что Мы снимали именно этот комплекс Но что-то подумала Это очень долго и муторно Поэтому Так как я всех предыдущих Котов называла В честь своих машин А машины в Москве У меня на тот момент Не было Я назвала его В честь певца Которого я любила На тот момент Больше всего Макса Коржа А, серьезно? Я не знал Да, он в честь Макса Коржа назван Вдруг Макс Корж Посмотрит Я думал, потому что Коржи, которые ты печешь Обычно подгорают Я первый раз об этом Участвую Я никогда в жизни не пеку А тем более Коржи Нет Он в честь Макса Коржа назван Олесь Мне нужно тебе Кого-что сказать Я ухожу От меня? И от тебя тоже Из канала О новостройках Это я переживу А Ну тогда ладно Господи Просто боялась Тебе как-то сказать об этом У меня как-то Даже проще будет И Роме Монтажа меньше Да, друзья Роме действительно Роме действительно Будет очень хорошо После этой новости Потому что Ему не придется Больше резать Мои заикания Это же сейчас Говорю с заиканиями Вот А вообще Если честно Очень грустно Потому что Проекты новостройках Это большая часть Моей жизни Не большая Но большая Четыре года Все-таки Как-никак Вы стали Мне как родные И ты Олеся И ты Ромка И вы Дорогие наши зрители Спасибо вам большое Что терпили меня Все это время Особенно мои шуточки Неуместные В первые годы Нашего проекта Всего этого Мне очень будет Не хватать И спасибо вам Огромное За За все Спасибо вам большое Я вас Искренне люблю Вот так У канала о новостройках И у всех нас Наступила новая эпоха Потому что 2020 Каким бы он не был Он был очень ярким Интересным Запоминающимся И в том числе Он запомнился тем Что Стас Теперь уже Стас Просто класс Покинул проект о новостройках И теперь ушел В собственное плавание Мы надеемся Далеко и надолго А канал о новостройках Продолжает жить И поэтому пишите Пожалуйста В комментариях Под этим сентиментальным Новогодним роликом Что вам запомнилось Больше всего За 4 года Нашего существования Я очень сильно Буду скучать по вам Дорогие зрители Очень сильно по тебе Ромка И немножечко Даже по тебе Олесенька Пишите комментарии Стас, лайки Подписка на канал Всем пока Пока Олесенька Пока